Так, ребятки, всем привет, всем добрый день. Я у нас в городе, мы в Ассерационе. Вот, как видите, я ещё в Израиле. Вот, но это наверняка будет крайнее видео с этого города, потому что, ну, как бы, я ещё здесь, но снимать я уже, ну, не буду. Вот, так что так, решила выйти прогуляться. Я выходила в эфир и в ТикТок. Если у вас нету моего ТикТока, заходите в ТикТок, там я провожу эфиры, как бы. И видосики там тоже короткие. Чаще выходят, чем здесь. Поэтому, если хотите, переходите туда. Ссылка, я думаю, не нужна. Ник всё тот же у меня, как и здесь. Вот, так что я буду вас там ждать. Переходите, заходите в гости, так сказать. Смотрите, всё там, где у нас красиво. Тут вообще такая прям весна. Я Витя взяла, вышла с дома, думала, холодную будет, взяла этот жилет и как бы поэтому надела. Вот, но я вам скажу, что жарко. можно спокойно в футболке ходить. А дома мне было холодно. Почему такое ощущение, что дома холодно? На улице выходишь, на улице так тепло. Вот. Так что, ребятки, я снова переложила свой билет. Снова, короче, у меня завтра должен был вылет. Опять я его переложила. И пока я никакой не покупаю, потому что, ну, в неизвестности непонятно когда уже. Знаете, я за любую цену уже куплю, когда надо будет. Цветут цветочки, красиво. Вот. Но уже как бы все, все дела сделаны. Вроде бы, как все нормально, договорились, все уладили. Все свои обязательства выполнили, так сказать. Вот. Поэтому все нормально. Расскажу все равно вам попозже, когда я уже приеду домой. Обязательно расскажу всю ситуацию, которая сложилась. Почему так долго затянулось это все. У нас свое любимое место. Любимое, любимое место мое, за которым я точно буду скучать. Эта лавочка, я уже на ней сидела, потому что была в эфире в ТикТоке. Вот. Вот эта лавка с этим прекрасным видом. Что может быть лучше? Вид на Иерусалим. Сейчас я седу тут. Посидим в отцеп. Это вид на его сэрацион. Красота. Это вид на туннели, которые мы строили. 16-я дорога. В машине заезжает, выезжает. Оттуда начинался мой путь. Приехала я в Израиль 20 января 2020 года. Уже 22-го или 23-го вот тут работали. Ну, как бы, буквально через день уже работали там. Ну, нам показали, дали приборы, все. А потом через... Я нашла, кстати, недавно бумажку. Вот это же вещи собираю, перевираю. Там где 1 февраля, уже знаете, я сама вела работу. Я была не на этом объекте с этой стороны, а с противоположной. Там в Иерусалиме. Вот. Уже с Мариком мы работали с 1 февраля. Так что так было весело, да. И то мы работали, знаете, как у меня там бумажка, это лист, в которой записано, как бы, каждый день надо было работать и подписывать у начальника, как бы, день. Ну, о том, что, типа, мы отработали, подписали день, чтобы потом заплатили деньги, так сказать. Вот. И мы там было с Мариком неделю или больше катались и по разным объектам. Ездили то на мост какой-то, строили тоже в Иерусалиме. Я помню, в Рамадгане там была какая-то Миштара. Вот. Здание мы строили тоже недельку. Да, было такое, короче, ребят. И потом с Мариком сидели на этом объекте, потом ушли на другой. В принципе, всё отлично. Знаете, что я думала? Если вы, знаете, мне предложили ещё раз как бы пережить вот это всё время, типа, если бы была возможность вернуться назад и пережить ещё раз этот участок времени, я бы с удовольствием согласилась. Не знаю. Хорошее время было. Что тут не шепло? Вот. Короче, ладно. Сопли в сторону, так сказать. Вот. Здесь говорят, я бы с удовольствием прожила ещё раз это время. Знаете, без сожаления, так сказать. Вот. Прекрасное было время. Ну, и ничего. Впереди нас ждёт ещё лучше, я думаю. Вот. Завтра, ребята, другие. Завтра пурим. Праздник. И я не знаю, как там работают банки, не работают банки. Вот я завтра вам подсниму ещё вот с того места, где я буду. Расскажу вам про ситуацию с банком сейчас. Сейчас я вам сейчас покажу моё место. Вот эта картинка, как будто, ну, точнее, этот вид как с картинки какой-то. Прекрасный просто. Мой любимый. Живой, недалеко от него. Буквально 200 метров пройтись. Ой, прекрасный. Пока, знаете, всё такое зеленое, красивое, то, знаете, ярко-ярко. Сейчас солнце прижарит, и всё. Будет всё жёлтенькое, будет солома. Но всё равно от этого вид красивей, ой, некрасивее не станет. Будет всё такое же прекрасное. Мы уже перекладываем билет на самолёт второй или третий раз. Сейчас, в этот раз я уже не покупаю билет, я просто уже думаю, какая цена будет, такая будет, я уже куплю, чтобы не перекладывать, потому что уже, как бы, ну, знаете, надеюсь со дня на день. Смотрите, какой вид там красивый зимой. Вообще, да? Вот эти кусты. Мне очень нравится. вот эти кусты. с звуками природы. У нас выше летит самолет или вертолет. В принципе они часто тут летают, уже полгода. Время так быстро бежит, уже почти полгода. Как они не успокаиваются, постоянно на домовом самолете летит. Вертолеты вообще когда летят низко. Как они летят наверно высоко, но кажется на нашем видеомоле низко. Так что я уже привыкла к этим звукам всем. Ну что делать? Такова реальность. Видите, зря я брала столько вещей с собой, потому что я в футболке уже. Видите? А я оделась, было реально холодно и выходила. Чуть посидела на солнце, ну пригрела солнце, вот вышло. Сейчас солнце заходит, опять знаете за тучу. Опять так уже прохладненько. Такая весенняя погода. Шикарная вам скажу. Я люблю такую погоду, но все равно лучше поносить вещи. Я не люблю мерзнуть. Для меня лучше уже знаете в руках поносить, когда холодно накинуть на себя, чем мерзнуть. Я не люблю мерзнуть. Даже здесь прекрасный вид. Такие краски, как будто знаете, как будто я на фоне фотообоев каких-то. Все, ребят, я купила билет. И опять я... Ой, как грустненько. Ждала-ждала, короче. Опять мне грустно, когда я купила билет. Уже последний раз думаю. Послезавтра уезжаю. И опять грустно. Грустно-грустно. Не знаю, что, но так-то. Очень грустно. Четыре года. Знаете, пролетели так быстро. Ехала сюда на год. На годик поработать, но держалась на четыре года. Вот. Ну все, ладно. Так, послезавтра уезжаем уже. Последний раз по нашим туннелям. Это шестнадцатая дорога, которую первые были построены на туннеле. И это уже точно, ребят, последний раз. Я здесь в этом году. Надеюсь, в следующем году я приеду и еще раз прокачусь здесь. Такие красивые туннели у нас. Это капец просто. Ну и что, полюбуемся. Смотрите, какая красота. Все, туннель. Еще туннель пошел дальше. Мы туда и едем. Ребят, тут у нас праздник. Пурим. Сейчас, ну, как бы проходит в Иерусалиме. Ну, вообще, в Иерусалиме везде. Вон все ходят нарядные, красивые. Потому что праздник. Все переодетые, вон. Красивые. Вот, смотрите, видите. Да, весело, конечно, у них сегодня здесь. В везде, короче, движ. Просто. Вот, маленькие. Какие красивые виды у нас здесь. Облака. Видите, тень? Ложиться. Там есть тень, там нет тени. Люблю эту дорогу. Ну, все уже, ребят. Ой, скоро я уезжаю. Это на железнодорожный мост. Вот. Там наш МВС рацион виднеется. Не виднеется. Видите, как-то грустно осознавать, что все, выезжаю. Вроде месяц тянулся, тянулся так долго, знаете, в непонятках, в ожиданиях. И все в последний момент решается. То есть ты быстро покупаешь билет себе и уезжаешь. Ну, да, вот это было с Анатолом. Ребят, зашли в торговый центр. Такой купол в торговом центре, видите? На дне вот. Точнее небо видно внутри. Красиво, да? Ну, вот наш торговый центр тут в нашем поселке. Мне так сказать. Ну, ладно, смотрите, я вам хотела показать. Смотрите, как красивая картина панда была. Я думаю, я купила бы себе такую картинку. Вообще, такая красивая. 90 шекелей всего лишь стоит. Она такая большая. Вот. Там есть еще вон орел. Фламинго. Такой олань есть. Еще один орел. Очень красивая панда. Прям вообще. Вот. И вот эти красивые тоже. Они там типа вот с камнями. Вот красивые очень. По 80 шекелей. Там где-то лев еще был. Сейчас, если я льва найду, я вам покажу. Не, льва не найду. Львов уже разобрали всех. И все вот так, ребятки. Сейчас еще схожу в магазин. Не знаю, что... Дорогу ничего покупать не буду. Потому что мне и так сумок очень много. У меня багаж. У меня тролль маленькая. У меня рюкзак, короче. И, наверное, еще один рюкзак. И еще один пакет сумки возьму. Потому что я это купила. Типа две тролли. В самолет. Я боюсь, что перевес будут. Красивый вид у нас на МВС Рацион. Но окно грязное в троховом центре. И не очень красиво. Но все равно нет. Прикольно. Не смотреть на грязное окно. Все равно. Хорошо. Хорошо.